Перекопский вал Известно, что скифы пришли в Крым в VII веке до н.э. из Азии. Потом, оставив семьи, имущество, стада в Крыму, скифские отряды ушли в поход, который длился от 20 до 60 лет. За это время скифское войско достигло Египта и Палестины. Однако, по свидетельству Геродота, после возвращения домой им пришлось сражаться со своими рабами. Большинство исследователей признают, что ров, выкопанный рабами, не мог находиться на Перекопе. Возможно, он располагался на Акманайском перешейке, на западной границе Керченского полуострова. Только там можно прокопать ров от Арабатской стрелки до Гаврских гор, которые начинались у современной Феодосии. Об этом есть даже легенда. Более чем две тысячи лет тому назад на Крымском полуострове господствовали скифы, могучее и воинственное племя. Они воспитывались в суровых условиях, были мужественны и сильны, готовы в любую минуту сесть на коней и отправиться в поход на врага. Между скифами и египтянами давно тянулся спор о том, кто из них является самым древним народом. Каждая племя твердила, что именно оно является первым, от которого пошли все остальные. Наконец, египтяне, не сумев убедить противника словом, решили доказать свою правоту мечом и объявили скифам войну. Египетский царь Визасиз собрал великое войско и повел его на скифию, предварительно отправив туда своих послов. Однако мужественные скифы не стали дожидаться, пока на них нападут, и первыми начали бой. Визасиз не ожидал, что скифы осмелится напасть на него, растерялся и, бросив войско со всем снаряжением, бежал. Окрыленные победой над египтянами скифы не повернули домой, а двинулись в поход по Средней Азии. Они покоряли одну страну за другой, и вскоре вся Азия платила скифам дань. Но в то время, пока они воевали, их жены не стали дожидаться мужей, а вступили в брак со своими рабами. Когда жены услышали, что их мужья живы и вскоре вернутся домой, они пришли в неописуемый ужас. Посоветовавшись между собой, они созвали всех рабов и своих сыновей, прижитых с рабами, и сказали, «Мужья не простят измены ни нам, своим женам, ни вам, своим рабам, ни вам, незаконным детям. Поэтому защищайтесь, как только можете». Рабы и их сыновья взяли в руки кирки и отправились туда, где узкая полоска земли соединяла Крымский полуостров с материком. Выкопав глубокий ров, они вооружились и засели там, решив погибнуть все до одного, но не пропустить мстителей. Не зная этого, скифские воины, гордые и счастливые от многочисленных побед, приближались к родной земле. Они предвкушали радость встречи со своими матерями, женами, детьми, и их возбужденные голоса разносились далеко по степи. Вот и перешейк — единственное место, по которому скифы могут перейти через соленые озера к себе на полуостров. Но глубокий ров, которого раньше не было, прекраждал путь, а неизвестные люди угрожали им оружием. Разъяренные скифы начали жестокий бой. Всего двадцать дней длилась безудержная борьба, но неизвестные люди так отчаянно воевали за землю, что их невозможно было остановить. Скифы отступили и начали совещание. Если так будет продолжаться, — сказали самые мудрые воины, — то мы все погибнем здесь. Надо узнать, кто эти люди и чего от нас хотят. Узнали скифы, что они воюют против своих рабов и сыновей своих жен, и поняли, что силой оружия им не победить бунтарей. Надо действовать иначе. Снова скифы появились возле рва. Только теперь вместо оружия у них в руках были плетки. Услышав свист плетей и почувствовав на своих телах их удары, отважные воины превратились в покорных рабов и, побросав оружие, в панике бежали. Скифы не засыпали ров, поняв его пользу, а вскоре еще больше расширили, углубили и построили рядом небольшое укрепление. Как опытные воины они поняли, что ров может быть надежной защитой от врагов. С тех незапамятных времен и существует Перекопский ров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова